Всем привет! Привет! Мы уже 20 дней как въехали в свой дом и сегодня хотим провести вам маленькую экскурсию. И вы на канале MyGalaxy! Вот так выглядит дом на начало 2018 года. Наш дом по конструкции каркасник, обшит он деревом, обожженный доскою. В плане он являет прямоугольник. Мы сейчас смотрим на передний фасад, он ориентирован на восток и выходит на главную улицу. На него выходят основные окна нашего дома. Это спальня, кухня и кабинет. Давайте пройдем посмотрим на боковые. Я хотел сделать дом полностью симметричным. Эту концепцию я продолжал и внутри дома. И в принципе фасад по передней части полностью симметричен. То есть все окна идентичны левой и правой стороне. Также эта симметричность продолжается и на заднем фасаде. Боковые фасады, которые выходят у нас на южную и на северную сторону, практически глухие. Окна немного захватывают углевые окна. Этого мы и добивались, потому что у нас двор узкий и дом ориентирован окнами по протяжности двора. На одной из углухих стен мы сделали вот такую лесенку, такой несложной конструкции, по которой можно подняться на крышу, почистить снег. Плюс оттуда открываются красивые виды. Мы любим туда полазать. Лестница довольно удобна. У нас даже дети лазили сюда, ну перед нашим присмотром, конечно. На кровле мы планируем сделать маленькую-маленькую террасу, на которую можно вылезть, позагорать. Кровля у нас обычная, двухскатная, выполнена из профнастила оцинкованного с высокой волной. И закрыта фронтонами деревянными, декоративными. Они создают дому кубическую форму и закрывают, в принципе, кровью. Ее не видно, то есть не было смысла делать из здорового материала. Вот так выглядит наш задний фасад дома. Он выходит во двор. Ночью ко мне пришел Фан-Шу и сказал, что фасад должен быть в топлив. Ну и мы его так и сделали. И выделим еще это, необработанные две стены. Здесь будет терраса, на которой мы будем будить, то есть устраивать вечеринки летние, наверное. Ну и, возможно, зимние. А в общем, на заднем дворе вот здесь мы разместим такую, можно сказать, игровую зону. Зону отдыха комфортную, которая будет обраблена в другой части. Вот здесь мы сделаем мастерскую. Вот это все уберем. И мы получим уютный дворик, который будет приятно время проводить. Войдя в дом, мы попадаем в коридорное такое помещение. Оно у нас полу-техническое. Здесь находится техническая часть. А также будет шкафы для грязной, чистой одежды для верхней. Сюда также мы встроили стиральную машину. И здесь торчит посудомойка, но она торчит из кухни. Здесь у нас будут вешалки. Также у нас тут присутствует вход в подвал. В процессе работы, конечно. И санузел. Это санузел первого этажа. У нас есть душ, умывальник будет, стеркало и туалет. Пройдя вперед, мы попадаем в зал. В зале у нас в центре зала есть камин. Это наша точка фокуса. И он простирается на два этажа. Заканчивается камин в конце потолочным окном. Это окно как декоративное, так и разносит, так имеет практическое назначение. Она разносит свет в доме, который в спальне разносит внутренние окна. Зал у нас мы старались сделать по максимальному большим. Мы его где-то сделали 38 квадратных метров. Зал совмещен с кухней, что тоже добавляет ему размеры. Кухня немного отделена от зала столом. Это наш основной стол, за которым мы обедаем. Принимаем малое количество гостей. Но живем мы пока что недолго. Гости у нас только новогодние. И основная кухонная столичница. Мы ее сделаем вровень с подоконниками. А само угловое окно будет работать у нас фартука. То есть это очень приятно, когда ты готовишь и видишь, что находится на улице. То есть не впираешься в лицо в стену. Мы частично уже затарили с техникой. Часть техники мы врезали в стену, чтобы сэкономить место на самой кухне. Такая кухня небольшая. В эту стену мы врезали микроволновку и посудомойку. Это сэкономило нам место в самих шкафах на кухне. Все остальное по периметру мы заделали шкафами, рундуками. Чтобы всякие там крупные и сахаром хранить. И печать. И холодильник у нас. Мы планировали место, конечно, под большой холодильник. Такой будет верный. Но посчитали, чтобы его затарить, нужно очень много денег. И это то, на которое мы можем продублено хоть немного забить. Здесь всего этого не будет. Это у нас временная мебель. Мы под лестницей сделали мини-кабинет. Диван, который мы с собой уже переезжаем. О! И еще один классный комнат, который мы сделали здесь. Это мой кабинет. Я решил психануть и сделать себе кабинет. Хотя бы миниатюрненький, но кабинет. У меня здесь поместится мой рабочий стол. Он здесь и будет немного, наверное, лучше, чем я тут. Тоже у меня есть угловое окно панорамное и красивое. И тут у меня будет еще диван. То есть, в принципе, это, как бы, ну, такая, можно сказать, берлога. Вот точно. Можно здесь переночевать. Самому, наверное, потому что диван придет на место. И шкаф. Шкаф большой, чтобы затараболить его всем, что только можно. И чтобы не быть отгороженным от семьи, я решил сделать здесь акварин двусторонний. То есть, в принципе, через него можно просматривать. Через него можно просматривать зал. Да, вот здесь будет, типа, плавал рыбкий. И меня будет можно убить. Вот там будет диван. Я буду кривее. Вот так. Надеюсь, мне никто не будет мешать через этот аквариум. Поехали дальше. Здесь у нас мусор. Да, мы сейчас половину зала закрыли вот такой пленкой. Это не дизайнерское решение, конечно. Это скорее защита от пыли и грязи. Потому что там я планирую сделать мастерскую. Нам еще предстоит сделать много мебели. Всю мебель мы будем делать сами. Она будет грязной. Двери, наличники, наличка окон, перелок. Все. То есть, у нас еще очень много работы. Я планирую до середины лета. Мы успеем уже все сделать. Чтобы середины лета заняться наружной частью дома. Там начать делать заборы, террасу. И, возможно, мастерскую будем начинать делать. Что, второй этаж, наверное, покажет моя жена Вита. Ну что, пройдемте к нам на второй этаж. Поднявшись наверх, мы попадаем в маленькую проходную комнату. Которую муж закрепил за мной как кабинет. Чтобы я не обзавидовалась. Присяду на свой большой мягкий диван, который здесь будет. Я буду тут, наверное, попивать чаек или кофе. Смотреть в окно, читать книгу. Ну, в общем, отдыхать. Или работать. Здесь мы сделаем такой откидной столик. Где можно поставить ноутбук или швейную машинку. Которая находится в большом шкафу. Идем дальше. Это самая маленькая спальня. Она принадлежит нашему сыну Гарри. Ему три года. Ну, пока временно здесь игровая комната. Комната небольшая, но все здесь поместится. Вот, смотрите, кровать. Рабочий стол. Шкаф уже имеется. Угловое окно. Которое частично выходит в дом. Можно видеть родителей. Ну, в будущем мы зависим роллами. Роллами. Детям будет удобно смотреть в окно. Наблюдать за... Тусьней во дворе. Ой! Маленький коридорчик. Который еще у нас и балкон. Можно заценить размеры нашего камина. Который проходит ввысь и уходит в потолочное окно. Но, что смотрится очень декоративно. Еще плюс разносит свет по комнате. Тапки. Это самая большая спальня. Здесь будет хозяйка, наша дочка Ева. Мы ее отдали самую большую комнату. Поскольку девочка растет, надо пространство. Здесь у мебели не будет. Мы решили свои спальни не перегружать мебелью. Гарика здесь тоже, конечно, не будет. Двухэтажная кровать. Вот тут у них же разместится Ева. Плюс ее там подружка, сестра. В гости заглянет. Рабочий стол. Стол. Ну и какой-то сундук для игрушек. И пространство для развития спортивной фигуры. Угловое окно дает нам возможность панорамно посмотреть на наш ягодин. Снег идет, красиво. Это спальня наша с мужем. Кровать. Ну как я выгляжу? Она не очень больших размеров. Но она большая, нам и не нужна. Здесь есть все, что надо. Шкаф резной, да? Еще один шкаф. Или тумба. Фасады будут присутствовать. Кровать уже есть. Прикроватные тумбы. От стены до кровати, от кровати до стены, да? Что позволит туда запихнуть? Все, что мне нужно. Женские всякие штучки, да? Угловое окно. Детям привет. Ну и плюс, почему они на таком низком уровне. Это позволяет вот так сделать. Прилечь. И в полной мере наблюдать. Пейзажи. Особенно звезды. Еще у нас есть тайная комната, которую мы пропустили. Открою вам занавес. Здесь, как вы догадались, это второй санузел, унитаз, ванная, большая столешница, ой, две раковины, панорамное зеркало на всю стену. Конечно же, потолочное окно, которое добавило нам тут много света. Еще одно, плюс одно, плюс еще одно, которое позволит проходящим людям за нами наблюдать. Работы, конечно, еще много, но мы с мужем справимся, да? А это стена у нас для крутых сэлфи. На них там можно вот так потрофироваться, вот так вот так. Вот такой красивый вид, серебристый оттенок. Этого оттенка мы добивались. Ну, так добивались. Это пару год прошло, и оно само посерево. Изначально оно было более черное. Так, и на сегодняшний день я посмотрел, у нас аж 10 подписчиков, что очень странно, так как у нас еще нет ни одного видео, мы не выложили. И мы хотим передать им огромную благодарность. Спасибо, что нас поддерживаете. Я так понял, это пока что наши друзья, которые мы заставили подписаться. Привет!